Как закрепить котел к деревянной стене с учетом требований по пожарной безопасности? Ну, в первую очередь, конечно, по требованию пожарной безопасности надо узнавать у Горгаза, какие они будут предъявлять требования. От себя я могу сказать, каким образом я сталкивался с этим вопросом и каким образом я выходил из него. Ну, во-первых, настенные котлы бывают двух типов, это с открытой камерой сгорания и с закрытой камерой сгорания. Если камера сгорания закрыта, то вся камера внутри котла уже таким образом изолирована огнестойким материалом, чтобы бояться, в принципе, и нечего за деревянную стену. Если открыта, естественно, температура довольно-таки высокая на выходе из котла и через стенку, где существует эта сама камера сгорания. Выходы из положения я вижу два. Первое – это по старинке, как раньше были требования по пожарной безопасности, на стену укладывается асбестовый лист и дальше жесть, либо оцинкованный лист и на эту поверхность уже монтируется сам котел. Ну, вся проблема в том, что не всегда есть возможность найти это асбестовое полотно или асбестовый лист. С оцинковкой это проще, асбестовым уже похуже. Почему? Потому что от него потихоньку начинают уходить. Второй вариант, в принципе, тоже видел, что используют. Во многих местах используют. Это обычный гипсокартоновый лист. Гипсокартон по своим свойствам, по горючести, относится к классу НГ, не горючий. И во многих зданиях, особенно магазинах, когда вводят в эксплуатацию, предъявляют жесткие требования к горючим материалам. И если отделают те же самые колонны, либо потолок гипсокартоном, он уже является негорючим. Поэтому, если вы все-таки не знаете, каким образом, попробуйте подойти в ваше местное управление горгаза или каким-то районное управление газа. И уточните, дозволено ли под котел уложить гипсокартоновый лист и будет ли он проходить у вас под их требованиям. Потому что, по большому счету, требования будут предъявлять только газовые службы.